Всем привет дорогие друзья! Это Андрей Курейчик, новый карантина-блог. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете. Сейчас это очень важно. Во-первых, поздравляю всех с наступающей католической Пасхой, всех католиков. Пусть все будет у вас хорошо и этот светлый праздник принесет добро к вашей жизни. К огромному сожалению, наша власть делает особые подарки белорусам в виде начала сессии нашего белорусского карманного парламента, которые, естественно, начали с того, как можно осложнить жизнь простых белорусов. Ввиду того, что белорусский народ нашей властью давно воспринимается как враг, а население, как оппозиционеры, которые хотят отобрать, у них самое ценное, что есть, это власть. Естественно, практически все законотворчество этой весной связано с тем, как этих оппозиционеров наказать, как удержать власть, как сделать концлагерь еще более строгим. Да, я осенью сказал, что к этому, к сожалению, идет. Из Беларуси делают натуральный абсолютно концлагерь в центре Европы. И те законы, которые сейчас принимаются, они в большей степени похожи на правила концлагерного распорядка, чем на законы, регулирующие права граждан. В этой связи вот интересны письма еще одного политзаключенного российского, Алексея Навального, который рассказывает о жизни в Владимирской колонии. И он говорит о том, что ощущение концлагеря, оно создается не потому, что там стены какие-то, не свобода, не свобода, это естественно в условиях заключения. А весь смысл в том, что ты с 6 утра до 10 вечера выполняешь миллион абсолютно ненужных никому обязанностей. Ты миллион раз застилаешь, расстилаешь, там, не знаю, кровать, чистишь что-то, сотни раз или там сколько десятки раз делаются переклички. Твое время от просыпания до отбоя занято, ну, практически полностью всякой ненужной лабудой. Зарядки, да, там, столько-то минут, кормление столько-то минут, прогулка столько-то минут, значит, переклички, там, просмотр телевизора, там, какие-то лекции и т.д. и т.п. Все расписано. При том, что тебя не бьют, тебя там не пытают, ничего, но вот сам такой распорядок, такое бесконечное прожигание твоей жизни, твоего времени, это и есть самая страшная настоящая пытка. Это то, что сейчас пытаются сделать и у нас. Регламентировать любой чих, любой шаг. И оказывается, что в этой регламентации все запрещено. Значит, первый пакет законов, который принимает наш парламент, это законы об экстремизме. Теперь любой беларус может быть признан экстремистом только потому, что он против власти Александра Лукашенко. Любой символ может быть признан экстремистским. Любая организация может быть признана экстремистской. Делается это на раз по новому закону, по щелчку и приносит, естественно, кучу проблем людям. То есть, долой Лукашенко все это экстремизм. Я не знаю, в принципе, экстремистским может быть признан все, что угодно, потому что вот сейчас, вы знаете, признали экстремистской книгу про беларускую национальную идею, где просто рассуждается, что надо любить Беларусь, любить родную мову, историю и так далее. Там ничего нет вообще про революцию и протесты, потому что она издавалась до этого. Но оказалась экстремистской. Захоронение сейчас административное наказание, а будет уголовное. Потому что все это переходит в разряд уголовщины. Экстремизм в очень широком толковании, признаваемый теперь даже не судом, а любым там прокурором, теперь имеет уголовную ответственность. Второй блок законов они приняли, конечно, для журналистов. Журналисты это те люди, которые рассказывают правду, которые рассказывают то, что происходит. Теперь, значит, журналист на акции, на любой, приравнивается к участнику этой акции. Это, конечно, невероятная новелла, такого нет нигде в мире, потому что у журналиста своя работа. Происходит какое-то событие, любое, война, атомный взрыв, авария, все что угодно. Приезжает журналист и делает репортаж об этом. Это его работа. Рассказать о том, что что-то происходит, что-то произошло. Значит, теперь, оказывается, он, это не работа, а это он участник несанкционированного митинга с надписью пресса, да? А если еще он делает живой стрим, это вообще преступление. Преступление. Они запретили теперь репортажи и стримы с акций. То есть задача замолчать. Все просто должно оставаться, оставаться, вот они будут там крошить людей, все что угодно, арестовывать, бить. Вот то, что мы видели. Они же, ну, метод это не изменится, будет ровно то же самое. Просто об этом теперь нельзя будет говорить. А если ты сказал, добро пожаловать на Крестина, в тюрьму. Вот так у нас любят журналистов, так у нас любят свободу слова, так у нас исполняют статьи конституции о праве, безусловном праве людей на информацию. То есть я понимаю так, в логике юридической наших структур, а у нас, как известно, потрясающая логика юридическая, что если журналист освещает, ну, не знаю, процесс над убийцей, это значит, что он соучастник убийства. Ну, вот так. Вот такая логика. То есть, если ты освещаешь митинг, значит, ты соучастник несанкционированной акции. Если ты освещаешь, ну, не знаю, аварию, значит, это ты один из организаторов этой аварии. Там, не знаю, освещаешь дело о мошенничестве, все, ты соучастник мошенничества. Вот такая юридическая логика наших потрясающих, невероятных законодателей и, соответственно, правоохранительных органов, которые это предлагают. Следующий блок законов – это о милиции. Я об этом говорил. Ну, действительно, рассуждали им оружие, так надо дать право и стрелять. Все логично. Ну, и освободить их от ответственности, естественно. А как? Это же мирные люди, их надо, в них можно стрелять. Понятно, что если бы это были там другая армия, там, да, там опасно. А в мирных людей что там можно? И пострелять, ничего страшного. Главное, что в ответственность потом не наступила. Ну, и вот приняли, слава богу, законы, которые освобождают полностью от ответственности в таких случаях милиционеров. Пусть стреляют на здоровье. Ну, а что делать? Пусть применяют спецсредства, танки, бронетранспортеры. Все это в законе записано теперь. Самое удивительное, что они приняли при этом закон о защите личной информации и тут же дали милиционерам право влазить в твой телефон. И вся личная информация. Ну, вот тоже логика. Логика наших правоохранителей. Личная информация судей, милиционеров и других категорий граждан, значит, это запрещено. И страшная ответственность за ее разглашение. И тут же, пожалуйста, любой милиционер, оказывается, имеет право взять всю твою личную информацию прямо у тебя с телефона. Твои соцсети, твою переписку личную, все остальное. Ну, да, да, очень правильно. Вообще, должен сказать, я думал, мы как-то будем отставать по графику превращения страны в Северную Корею. Нет, мы идем с опережением. Все нормально. А почему мы идем с опережением? Потому что президент понял, как сильно его поддерживают граждане, население. Да, и, конечно, надо принимать вот такие законы в ситуации, когда тебя 80% населения поддерживает. Это естественно. Естественно. Вот прямо логичнее некуда. Ты любимый населением правитель, и тебе, конечно, надо принять закон, что можно в это население стрелять, и ничего не будет. Так бы любой сделал, конечно. Вот, значит, в дополнение к этим законодательным новеллам наш Следственный комитет разводился целым букетом новых уголовных дел. Значит, понятно, что возбудили уголовное дело за терроризм в отношении Светланы Тихановской. Это я говорил. Теперь ее даже включили в список террористов. А список там потрясающий. Опубликован на сайте КГБ. Возглавляет его, конечно, Тихановская. Главный террорист. Это все знают. Это человек, который неоднократно взрывал здания, не знаю, автомобили. У которой невероятный арсенал взрывчатки, оружие и вообще всего чего угодно. И гигантская банда. Да, это Тихановская. Вот, там же Павел Латушка. Бывший министр культуры, подчеркиваю. Директор Купаловского театра. Посол в Испании и Франции. Чрезвычайно полномочный. Оказался тоже террористом. Я-то думал, ему театр интересен. И культура, и кино снимать. Нет, нет, друзья мои. Террорист. Ужасный террорист. Примерно уровня Усамы Бен Ладена тоже вот чем занимается. Ну, как убийствами мирных граждан. Хоть и не получил на это законодательное разрешение. Вот. Страшный человек, страшный. Вот. И там еще куча таких. Куча. Просто один хуже другого. Сплошные известные террористы мировые. Да. Просто эти все исламисты, ИРА и нигерийские банды и наркокартели. Они все курят в сторонке по сравнению с этим списком террористов. Террористов. Я удивлен. Туда, мне кажется, надо добавить обязательно террористку Светлану Алексеевичу. Нобелевский лауреат по литературе. Потому что, известно, Нобеля так просто не дают. Надо быть террористом. Минимум. Вот. Туда надо добавить там кого еще. А, вот. Они же сейчас еще уголовное дело завели против спортсменов. Против Герасимени. Пловчихи. Да. Значит, завели с гениальной формулировкой, что значит она, Герасименя и там кто-то еще, эти спортсмены, фонд спортивной солидарности, они занимались дискредитацией Республики Беларусь на международной арене. Вот такое уголовное преступление. Дискредитаторы. То есть, то, что, извините меня, устроили просто бойню в центре Минска, да, все это видели с гранатами какими-то, с химикатами, с стрельбой настоящей, бесконечной. И это не дискредитирует Республику Беларусь. Естественно. Это наоборот, мне кажется, рекламирует. Приезжайте в Беларусь, в эту прекрасную страну. То, что хватают просто людей на улице, которые, ну, просто идет человек по улице, его хватает. То, что осуждают тебя за то, что у тебя цвет куртки красный или снеговика ты поставил в огороде, да, это не дискредитирует Беларусь. Ну, конечно, нет. За то, что ты читаешь в транспорте книгу на белорусском языке, поэзию, да, это и тебя хватают и осуждают за это. Это не дискредитирует Беларусь. А вот Герасименя, которая для Беларуси выиграла столько наград, столько медалей принесла, да, столько раз гимн белорусский звучал, когда она стояла на пьедестале. Вот она дискредитируется. Вот она дискредитатор главный. Ну, правильно, эти террористы, она дискредитатор. Мы выявили всю банду, понимаете, все вот это. Поэтому, в общем, работа идет. Как я понимаю, если серьезно сейчас, без иронии, да, этот список террористов составлен с одной целью подать сигнал, что никаких переговоров не будет, потому что с террористами переговоров не ведут. Мы это знаем. Это общемировая практика. И там будет, когда, я так понимаю, поступит соответствующее приглашение к переговорам, будет сказано, так они террористы. Мы с террористами переговоров не ведем. Ну, такой ответ на инициативу Светланы, на голосование на платформе «Голос». Как по мне, это было понятно, я это сразу сказал. То есть, конечно, проголосовать на «Голосе» надо обязательно, потому что мы люди нормальные, мы за диалог. Все белорусы за диалог, чтобы это закончилось, наконец, этот ад. Но у Лукашенко другое мнение, и у людей другое мнение. Ну, вы много знаете там директоров концлагеря, которые вели диалог с своими подопечными, с осужденными. Я таких случаев не знаю, чтобы там, не знаю, взял директор колонии и пришел, говорит, давайте устроим диалог с Алексеем Навальным. Ну, не будет этого. Другая психология, вертухайская. Она, в принципе, не предполагает отношения к населению как к равным, как к людям. Этого не будет. Вы же видите. Отношение к населению такое. Экстремисты, дискредитаторы, подонки-мерзавцы, алкоголики и тунеядцы. Вот оно, отношение власти к населению Беларуси. Причем, я повторяю, к любому, потому что хватают на улице любого. Уже не считают важным выбирать конкретно оппозиционера. Любого. И это подтвердили вот эти сливы разговоров внутри МВД, что, в принципе, для них уже все виноваты. То есть, они понимают, что какое-то количество людей может быть непричастных к оппозиционным взглядам. Ну, какая разница? Всех под гребенку, а там... Они все все равно, в реальности все все равно против Лукашенко. Говорит конкретно высокий чин в МВД. Говорит, ну да, но люди против. Они и есть государство, они против. Они против? Ну и что? Знаете, заключенные в концлагере тоже против. Что по этому поводу? Шли отпустить? Двери концлагеря раскрыть? Права им какие-то дать? Вы что, с ума сошли? Вся идея концлагеря в том, что эти задержанные против. Против. Да? А мы, директор концлагеря Вертухаи, мы за. И он плевать, что и против. И да, их во много раз больше. Администрация лагеря может быть 100 человек, а этих заключенных может быть 10 тысяч. Ну и что? И что? Ну так работает лагерная система. Главное занять их время. Чтобы они ходили, работали и не трындели. Смотрели БТ и так далее. Поэтому по новому закону о СМИ вот этому запрещаются все экстремистские ресурсы, естественно. Ну а какие экстремистские? Это те, кто против. Ну это же экстремисты. Поэтому закону запрещаются зеркала сайтов. По этому закону можно привлечь любого журналиста. По этому закону запрещаются призывы выходить на акции. За призыв. То есть призыв просто сказать, ребята, давайте соберемся там-то. Все. Это экстремизм. По этому закону, если ты к чему-то призвал, и ты еще член партии, закрывают партию. А это такой рычажок специальный, потому что можно кого-то подговорить, сказать, ну призови. Ну мы тебе там это. И под это закрыть партию. То есть это не просто закручивание гаек. Еще раз. Бывают разные формы закручивания гаек. Наведение порядка. Это реальное законодательное оформление концлагерного образа жизни в Беларуси. По всем направлениям. Вот просто его законодательное оформление. Раньше они это просто все делали по беспределу. То есть все равно это было. Но это было по понятиям. Тебя за твою красную куртку или за табличку на доме осуждали к пикету. Хотя табличка висела там 6 лет или 7. По понятиям. Потому что законодательной основы под этим нет никакой. Отсутствует законодательная основа. И скорее всего осуждали с лжесвидетельствами. Что ты махал руками и упирался ногами. Чего не было. И у тебя есть видео. Видео не принимают на суде. А принимают слова какого-нибудь измененного свидетеля Ивана Ивановича Иванова. Без адреса, без реальных данных и так далее. И осуждают. Ну вот так было. Это все был суд по понятиям. Сейчас они пытаются каким-то образом все это оформить законодательно. Но страшно это законодательство. Ну я говорю, это просто правило концлагерного быта, а не законодательство. И надеются таким образом просто всю эту страну, все население поломать через колено. Конечно за такие законы, вот например в Украине, так называемые диктаторские законы, в итоге многих судили. Многие потом просто сломали жизнь, бежали. Один из депутатов, которого вот за эти законы судили Януковичских, покончил с собой. Выбросился из окна. Ну то есть последствия были, когда пришли к власти нормальные люди. Ну и тут последствия будут, естественно. Потому что это очевидная антиконституционная история. Потому что по конституции люди имеют право на информацию, люди имеют право на распространение информации, люди имеют право на мирные собрания, люди имеют право на разные мнения. В конституции все наоборот, чем в этих законах. Ну значит, значит это, ну вот зафиксируем так, друзья. Слава Богу, эти законы никак не влияют на ваше сознание. Мы продолжаем быть адекватными. Мы продолжаем быть против этой системы. То есть это опять же, ни один из этих законов не добавит ни одного последователя этой власти. А многих уберет по итогу. То есть она еще меньше свою электоральную основу урезает. Ну пусть урезает. Я говорю, это приведет всегда к одному. Будет какой-то взрыв. Просто цена вот этого перехода от концлагеря к более-менее нормальной стране будет выше. Цена повышается. Это грустно. Но это, может быть и надо заплатить эту цену, чтобы потом очень ценить свободу. Так скажу. Потому что мы ее не ценили. И даже не ценили в итоге то, что было в августе и в сентябре. Потому что мы это не стали отстаивать. По большому счету. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Очень интересно ваше мнение. Все будет хорошо. Правда на нашей стороне. Всем пока. Продолжение следует.